Там другая песня, но единственное, что я помню, в рифму про Сокола. А, Тосакоин еще. Тосакоин. Тосакоин, Твичер. Хорошо. Эльфийский полуфинал, Соник против Плиза. После победы над Лил Ди Си, я бы не стал раньше времени Плиза списывать со счетов. Может быть, Даша, мы увидим ту же самую страту, хотя это опасно, потому что... Арчис Фин поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, а почему АПБОЧ в этом турнире не играет? Он же вроде штук пять выигрывал. Да, он выигрывал вначале, потом решил глобально проиграть. Есть тема на форуме, можно почитать сообщение, что случилось. В наших лесах. Ну, там нелепая ситуация, к сожалению. Но... Хэпич... Серчает на нас. Вот, на сайт. На меня. Частично на комьюнити. Вот. Ну, мы с ним рассчитались. Все, все хорошо. Короче, почитаю. Не хочу вспоминать это. Вспоминаю с улыбкой это такая реакция. Не хочу расстраиваться. Да, Хэвлайн такая. Смотрите, а тут Плиз играет не через Потму. Хотел как раз сказать, что, возможно, Соник видел матчи. Возможно, тема с Потмой катит против конкретно какого-то там халявного, полухалявного стиля. Когда там в Т3 с одной лорницей идешь или что-то в этом роде. Или, возможно, они уже играли друг с другом и Плиз разочаровался именно против Соника по каким-то причинам в тайминговом пуше. Наверняка, как и против любого другого пуша, есть вариант подстройки, который значительно осложняет этот самый пуш. От банального большего количества арчей. То есть ты можешь, в общем-то, варьировать количество арчерок. Ну, меньше халявиц. Больше тратить денег перед... Ну, перед... Вместо, так скажем, раннего там Т3, ранних двухлорниц и так далее. Вот. Для того, чтобы проще было отбиваться. Так или иначе, играют они... Ну, в общем, я не знаю бэкграунд. Я не знаю, почему в этот раз на этой же карте против такой же расы, против такой же стратегии Плиз решил сыграть по-другому. Но это факт. Мы уже видим, что здесь не Потма, а Греховодник. Греховодник. Не видел женщин уже 10 тысяч лет. Греховодник. Охотник на демна. Вот. Электант, да мы-то чё не против? Есть же стандартная тема. Извинились и поехали дальше. Вот. Я там посмотрел за... Ну, ладно, неважно. Это уже закрытая информация. Всё, закрыли. Закрытая информация. Вот когда одна Арча стреляет при прочих равных, это где-то плюс... Хотя сложно сказать. Ну, это ощущается, безусловно. Но я не смог бы так быстро навскидку сказать. Вот у него 200... У одного 250 хитов было, у другого 200. Как это... Ну, там, поможет ли Арча, учитывая такое количество здоровья, там, свести в ноль или нет. Я думаю, что многие игроки не скажут, они только по ощущениям скажут, там, с определённой вероятностью, что вот... Да, здесь не стоит сражаться. И, кажется, такая оценка и была произведена плизом не сразу, но была. И решил он отступить, чтобы... Ну, потому что если ты размениваешься по хп в зеркалке не в свою пользу, оно всё равно откладывается в мунвеллах. То есть ты в любом случае возвращаешься для того, чтобы подлечиться. Лечишься ты по цифрам, то есть лечишься ты по тому, сколько маны в лунных колодцах. Потому что некоторое время рижев тебе недоступен. Ну, в общем, лучше, короче, не размениваться в минус. Даже в лёгкий минус не стоит размениваться. Потому что если тебя начнут там пушить, у тебя мунвелла пусты, ни к чему это, к хорошему не приведет. В плане, говорит, мне кажется, тебе, как верному околиту, надо склониться перед плетью и попросить прощения. Ну, я уже не это самое. Я не могу фанатить от товарищей, которые так относятся. Я понимаю, что это шутка, но я попытался разделить ещё так, что игрок не игрок. Но заметил даже, что когда начинаем игры смотреть, уже такой осадочек-то остался неприятный. Ну, тем не менее, если турниры будут с участием Дмитрия, я не буду их... Я буду их не кастить не потому, что там нет Димы, а каким-то другим причинам. То есть это не является стоп. Если он там будет, то и будет время возможности я буду смотреть. Вот. Но дополнительной мотивации он не добавляет мне. Если... Так, хорошо. В это время появляется Нага. Плиз вообще хотел, видимо, иллюзию закупить свою Нагу, но что-то пошло не так. Что пошло не так? Лимит есть. Денег не было на тот момент. Но он зато убивает вражеского Демон Хантера. Как? И Нагу не выпустит. Что? Стрелку включи! Стрелка пошла. И сверху сейчас... А, нет, Дима не сможет. Сверху, сверху, сверху! Я думал, ты бежишь уже там, стараешься. Это же было понятно, что он оттуда побежит. Давай, давай, слепыш! А, уже Арчи слишком мало. Да, Димка ворваться не может, к сожалению. И его с этой стороны побежал. А, он побежал чисто подрезать Арчи. Ах, хитер, Бобиор! Подрезал еще. Надо было иллюзию пустить вперед. Мана Берн. Было бы классно иллюзию пустить вперед. Арча чудесным образом спасается. Но, размен ТП на Диму... Ну, это не ТП на Диму размен, а получился по результату, да? Арчи приблизительно одинаково там по... Сдыхали. Ну, у них там 31-29, разница в одну Арчу. Не знаю, может, у кого-то там плюс-минус одна была на старте сражения. Там, вроде как, по 6 Арчей там было у них на... На момент. Вот, сначала Плист разменялся в минус, потом подрезал еще парочку Арчей на обратном пути. Но самое главное, это потери Демон Хантера, которые у Соника по-прежнему первого левела, а здесь уже метят в третий. Вот так вот. И вот сейчас, благодаря повышенным статам, Димка вот второй. Виктор Зарин поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает... Привет, Миша. А почему на этом турнире не участвует Духостранник? Ты забанил Духостранника? На месте Духостранника я бы обиделся. Духостранник. Духостранник. Странник Духа. Духостранник. Повторяй за мной. Духостранник. 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 Духостранник это братрум. Я не знаю, как мы пропустили этот перевод. Вовер говорят, что Духостранник уже много лет Вове. Но для нас это Спирит Волкер. Ну, или служитель предков. Да, в русской версии. В старой, православной русской версии. Вот. А в Рефоржде это Духостранник. Духостранник. Вот. И это слово само по себе какое-то странное. Как и Духостранник. В это время, да. В это время идет сражение, как мы видим. Сражение было за... За Синего Бамбра, которого по каким-то причинам подрезал-то Соник. Минус ТП или инвулл? Инвулл. Став есть. Став, а нет, это значит минус Арча. Не, не минус Арча, потому что маны нет. Став появился. Извините. Закашлялся. Какой Мирор, по твоему мнению, самый сложный? Я плохо в Мирорах разбираюсь. Могу сказать, что Эльфийский самый разнообразный, но не назвал бы его сложным. Там можно выигрывать самыми разными темами, если только, ну, понять, что делает противник и, как бы, придерживаться тактики. С точки зрения микро, наверное, самый требующий... Граф, подчеркивание, да, поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Духостранник греховодника не передуху странник, да, не перегреховодит. Граф, подчеркивание, да, контроль, конечно, в Мирорах, в принципе, очень важен. То есть... Но, например, в Эльфийском Мироре, там страт огромное количество. Есть прям прямые контрысы. Ты прям правильно, в зависимости от того, что делает противник, и там от карты выберешь страту, ты можешь даже с более плохим контролем вытащить. Похожая тема, на самом деле, у Хуменов. То есть там есть две принципиально разные стратегии. Это там экспанд или не экспанд. И даже немного проигрывая в плане контроля, ну, правильно, там, отбившись в определенный момент, например, или пропушив в определенный момент, ты можешь уиграть. У расы, которые, ну, меньше всего вариативности, это, конечно, андеды. Наверное, орки, а потом уже самые сложные в плане исполнения, это андеды. Потому что там уж, ну, сложно что-то придумать. Набор героев почти всегда один и тот же. То есть это, ну, были вариации, конечно, через лича, через первого играть. Особенно в каком-то агрессивном стиле до сих пор, кажется, Хэппич играет иногда через первого лича. Просто рашит околитов, и мало кто отбивается адекватным образом от этого. Вот, но чаще всего это все-таки ДК, лич, и дальше по ситуации. Либо это рейнджерка чаще всего, либо это кто-то, не знаю, может, ДЛ еще использует ради слипа, черт его знает. Вот. Орков тоже вариативность... Хотя нет, сейчас вариативность хорошая у орков, наверное. Форсир-то поюзабельнее будет. И очень часто первый ФС против первого Блэйда, и там какие-то варианты под пуши на Т2 за счет Самонов, пока диспл не появился. Короче, я думаю, сложнее всего все-таки андедом. Исходя из того, что страты почти всегда одинаковые. И, соответственно, ты должен микрить. Вот. Хотя, если это твоя сильная сторона, если ты там особо по стратам не разбираешься, но как бы можешь повторить, то в таком случае тебе выгоднее играть в те мачапы, которые... Ну, где вариативности в плане стратегии мало. Где есть, например, один проверенный стандарт, и твоя задача просто исполнить его прекрасно. Поэтому зависит от того, в чем ты хорош. Выбирай самостоятельно. Макс, привет! Так, тут у нас готовится уже дроп. Дима его, ну, спалил, но... Как бы наверняка все эльфы на подобных картах, где есть доступ к дирижаблю, допускают, что в определенный момент к тебе может прилететь вот такая десантура. Сразу по дирижаблю начинает стрелять. Отсюда уже не уйти на дирижабле, это хорошо. Потому что хорошая подстройка через Димку-то, а? Все, минус телепорт. Блин, плит, красавчик. То есть у него уже были с Хайджиной Арчи, у него уже был Димка в нужном месте. Таким образом, после того, как организован был дроп, на то, чтобы подобрать юнитов, нужно время. А по тебе стреляет Димка, у которого там по полтиннику за удар. У дирижабля там 360, что ли? Ой, не, какой 360? 575 у него хп, но все равно через где-то 3-4 удара он подбит. Там, не знаю, на четверть, на треть. И есть риск, что он оттуда не улетит. Поэтому отбился очень хорошо, плит. По крайней мере, развел на телепорт. Правда, потерял, судя по всему, одну Арчу, но... Подконтрил так дирижабль немножечко. Спасибо за ответ. Обращайтесь, с удовольствием. С удовольствием, отвечу на все. Хаки Берри говорит, они буквально на прошлой неделе играли, и сегодня кто-то так же пытался через дирижабль играть безуспешно. А вот если он сыграет разок успешно через дирижабль, это может стоить игры. Ой, какой дроп. Очень странный дроп. Очень странный дроп. Ну хотя тут битая нага. Очень битая нага. Соник у Соника. Падает. Ну, опасно. Ну, развернись, выстрели. Минус нага. Ставь, передай, ставь, передай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, не отвлекаемся. Нага чудесным образом пытается убежать. Да, ставь есть. Отлично. Не знаешь? Духа странников, конечно же. Короче, Виктор Зорин, тайминг надо выбирать. Спасибо тебе, конечно, за саппорт, но тут такой момент, он был внезапным, потому что я, если честно, не рассчитывал на то, что Соник решит вот так вот сверху сделать дроп. А, он выбивает еще Огра, да. Получает Когти плюс 12-25 урона без Рыка у него. Смотрите. У вас есть два героя, пять медведей. Да? Представили? Есть картину в дирижабле. У противника есть та же самая армия, чисто визуально, но на земле. И вы начинаете по одному юниту сверху в медведей дропать свою армию. Ну, скорее всего, Соник рассчитывал на то, что нейтралы больше внимания уделят плизу и, как бы, будут его атаковать. Но получилось так, что, ну, он же медленно дропается там. Сначала один, потом второй, потом третий. А люди, которые внизу находятся, они уже, как бы, готовы атаковать. И в результате, ну, те, кто дропались, сразу попадали под огонь, под атаку. Нага там чудесным образом выползла каким-то макаром, не знаю каким. Но потом ее все-таки догнали. Плиз убивает Соника. У него аура вампиризма. У Соника с лимитом серьезные проблемы. Он возвращает Димку и медведей. Но его Нага опять страдает. Очень сильно страдает. Минус Нага. У Соника плюс 35 урона. Огромное количество урона. Но Плиз абсолютно грамотно делает, что убивает две лорницы и просто тпшится. Все, что ему сейчас нужно сделать, это... А, кстати, нет. Сейчас у Соника есть дирижабли. Он может попробовать в бейстрейд идти. Ему нужно через магазин купить телепорт и попробовать мейн убить. А у Плиза, с одной стороны, у него времени вагон. Он может спокойно подлечиться и сделать там дополнительно парочку-тройку юнитов. И знать, что когда он придет, противника точно будет меньше. Блин. Плиз еще попутно делает базу. Да. Плохо. То есть Сонику нужно потратить какое-то время на восстановление. Ему нужно восстановить Нагу. Это деньги. Восстановить Лоренцу. Это деньги. А потом только он начнет... Ну, у него появится возможность что-то делать. Что-то строит. Медведи дальше. Если бы был Мунвелл у Плиза на 60, который он сейчас делать, видимо, будет, он бы мог... Два даже Мунвелл на 70. Он бы мог тыкнуть двух медведей, четырех медведей и идти спокойно в атаку. Но... Приворгачил, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну и классика. Ехал Духостранник через Духостранник. Ладно, сейчас паузу можно поэта со мной. Видит Духостранник. Духостранник в Духостранник. Сунул Духостранник в Духостранник. Духостранник в Духостранник. Духостранник, 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 Духостранник. Идет дроп сейчас от Соника. Он пытается убить шахту. Не получается. И еле-еле улетает. Сам при этом халяве делает базу слева. Спасибо за соточку. В общем... И Соник первым выходит из лимита. И видит это, кстати. Плиз. И должен сам лорница заряжать, по идее. Но он видел, что здесь 5 медведей. Демон Хантер. Потом светанул, увидел остатки лимита. То есть это уже 50-то точно. Да, и заряжает сам медведи. Но, блин, опасно. Опасно, когда у тебя под боком вот такая вот тема висит. Медведи пошли в атаку. Может, это провокация, типа, чтобы... Армию игрока. Чтобы вернулся дирижабль. Мелькнул. Медведи идут в атаку. Подъезд, типа, Мунвейла, например. Кто-то Мунвейла, кто-то Лорница. А это так не вовремя для Соникова. Посмотрите. Он делает дроп. Пытается взять шахту. Делает телепорт в результате, не сумев взять шахту. А тут минус Лорница и минус Мунвейл. Не саплай блок, но близко. 55 на 60. Армию игрока атакуют. И что у нас в результате? У Плиза лимита меньше. Но он здоровее, у него герой лучше. То есть у него 3.3 на 3.5, 3.2. 3.7, 3.2. У него свиток есть, что важно. У него вампиризм есть, что тоже очень важно. И у него грейды 3.2, что? А, там 2.2 уже тоже. Но они посидели долгое время на лимите 50. Единственный козырь Соника. Это вот эта неожиданная база. Неожиданная, потому что там росла база Плиза. Ее уничтожили. Плиза по логике не должен ее восстанавливать здесь в ближайшее время. Ну, потому что она тоже была такая полухалявная. Ну и, соответственно, туда проверять виспа, ну, ты не будешь. Это нелогичное место. Он проверяет, например, справа... А, это Соник проверяет справа. Плиза ничего не проверяет, разве что светел там дирижаблем. Короче, возможно, сейчас будет финальное сражение. Я не знаю. Позиция аховая просто. Правда, не совсем понятно, зачем Плиза закидывает медведя вообще сюда в кучу. Их надо оттуда просто взять. Ну, там они в окружении просто находятся. Черт его знает. Ладно. Став на одного медведя. Вампиризм работает. Рычит. Форкет. Берна нагу. Нага очень битая. Стенка на... Медведи еще минус один. 52 на 50. Стенка на стенку. Медведи толпятся. Ну, что, Мунвелл надо убивать. Снизу. Вот это вот желтенький. Форму. Реджувчик. На Одимку. 3-2 на 2-2. 3 на 2-2. И... Самый главный вампиризм. Блин, вот под... Под дерево лезть вообще не стоит. Там дерево 70 урона с руки. Свиток лечения. Правда. Минус медведя Соника. Своего доконтраливает. Плиз. Очень битый мишка. Ой, в смысле, Димку у... У Соника. Правда, под режимом опять. Дерево за... За медведя работает. Просто за неубиваемого. Ой, сейчас отдастся здесь, может, плиз. Его Димон Хантер не атакует. Он пытается... Да, он прорывается к пражескому Диме. Но у того крест есть. 34 лимита на 44. Дима резуректится. Став. И пошли на нагу. На нагу Сониковскую. Опять по душу змеи. Она уже третий раз будет умирать. Минус змея. Пятый демон. Айда, плиз. В финале. В финале. Минус Димка. Старая гвардия. Хорош. Хорош. Молодец. Ну тут уже единственный расчет, типа на базу, что там мейны сейчас заканчиваться будут потихонечку. У тебя есть экспант, и ты каким-то чудом восстановишь героев. Ну там через таверну, через алтарь. Но там пятый Дима, у тебя третий еще. Даже чуть-чуть до четвертого не хватает. Да, надо догонять. Две книги, две книги лежат. О-о-о, слоу. Ой-ой-ой. Ну, став-то есть. Спасибо за саппорт. Без комментариев, причем это хороший саппорт. Последние были очень, очень флудерными. Соник пошел... Ну вот, плизу не хватает разведки. Знал бы он об этой базе. Он бы, конечно, сейчас не бегал за героями, за юнитами. А пошел бы сразу на эксп. Тем более, армия у него позволяет это сделать. Он тыкает в алтарь, но в алтарь... Тут лучше через атаку отправить. А подрывники не добежали. У-у-у-у! Слил подрывника. Минус, правда, этот... Големчик. Там четвертый Дима уже. И нага сейчас выйдет. Да ладно, еще можно выиграть. Плиз, старается, контролит. У него нага только-только выходит А здесь уже есть Но если убить мейн и стелепортироваться Телепорта нет Все равно плизов больше И вампиризм работает шикарно Демон хантер все-таки идет к шестому Соник не выдерживает здесь напруги Пытается подрезать юнитов Князь покидает игру Князь, ну князю можно Кто мы такие, а кто князь Блин, реально князь Ладно Настоящий Я думал показалось, но нет, это сам Сам князь Ладно Князь, да-да-да, я тоже Лимит равный Соника бабки Ну там Димка шестой Ну вообще, да Плизу-то по-хорошему надо Разведку сделать Плюс там Дима еще с плюс 25 Не забывайте Урона, между прочим Ну вот как безмятежно играет плиз Причем это такая классическая тема Ну вот Выбегают же откуда-то дриады Откуда-то деньги у человека После того, как минута прошла уже После того, как добыча закончилась Да, у него нет мейна Вот, проверяет эксп Но надо было раньше это делать Блин В игре столько времени Для Столько времени и возможностей для разведки Огромное количество Тем более у тебя дирижабли есть Все, видит, пролетает Видит, что там уже меньше 10 косарей осталось Это просто провал Не, ну по-прежнему у него преимущество колоссальное По героям Но Соник уже должен быть мертвым Понимаете? Мертвым он должен быть А он живой Вот так вот Еще подрезает Там крепится неплохо Берн Стоп, у него что, третьи миссы, что ли? У него третьи миссы Да, нифига себе Я не знал, что так можно Ставается Димка Нага убегает Нужен инвул Свиток? Ой, свиток тебе к чему Да ёппер СТ Какой свиток? А, инвул перекупили Ё-моё Ай да, Соник 48 лимит на 39 Плизо уже меньше Дима битый возвращается Монобер на 16 Что? Мисс? Нет Да Нага там, правда, минус Выкупить? Нет Ааааа Ну там Димка уже пятый И протектор стреляет по мейну И здесь медведь дуэльку выигрывает Трындец Не, Соник хорош дальше будет выкупать он купит деньги на на таверну медведя форму сразу под риджов please где деньги то есть где герой героя выкупает на там под риджов то как если у тебя отряды у противника дряду сейчас он сделает риджов там сразу диску инвул нужно брать инвул взял бьет вражеского демона инвал на инвал инвал окружение 6 6 демон но маны нет маны нет свиток лечения пропивает кто телепорт покупает а какая игра а я тут развалился такой нога на ногу думаю все соник уже минус а потом хопа и please минус а потом хопа и опять please не минус шестой демон hunter с ультой соответственно отбитый main кое-какой каааак риджов на диму какой на себя на диму риджов дима пропивает ману блин надо навязать ему сражение на мэне то есть вот здесь вот нельзя врубать что что почему так он же просто убежит ну хотя пока будет убегает от всех потравит сейчас надо на развороте куда бежим то чего ты ты же в метаморфозе показ ты часто пока сражаться можно ее мое там ногу уже бежит ползет а у нас нога только заказано это гг кажется и подставляется демон hunter под словом начинает работать но там бежит уже нога там бежит нога ё-моё вот она куда ты да и он убивает на развороте вражеского дима hunter как как теряет одного медведя теряет ориентировочно вторник став на втором и что медведь туда ставите естественно там же мэйн и сейчас надо выйдет быстрее чем там демон ах какие игры ё-моё не турнир конечно мотивирует попотеть прям потеешь сидишь напрягаешься сейчас минус мэйн будет это добыча последняя добыча дима врывается пробует пытается он тут кайтят кайтят ряды бутылка есть еще виспы на последних хитах пытаются минус 1 дряда минус 2 дряда димка отступает дерево на последних и так минус 3 дряда как риджу в диспл на развороте дима без хп ты без хп домой давай к мунвейлам и тут возвращается дима выкупили в таверну здесь нага есть став если что там свиток есть у ноги на есть свиток форхет в димку монобёрный минус дива 7 все-таки вытаскивает флиз или дней вытаскивает дерево без виспов дерево без хп и нет висп нет денег на виспов он не может отстроить если что что блин если б соник тыкнул в дерево потом как-то свалил то у него были бы деньги на воскрешение героя какое-то время там нычка слева папа папара папа здесь медведи блочат нагу последний кусь 13 хп уползает змеюка да это гг для кого спросите вы для соника все-таки для соника но это невероятно такие качели и это эльфийский мирор не давно не и минус ноги напишем гг выходим тут чё делать а нычка окупилась просто на настолько на почти игру сонику сделала sonic сейчас так сокрушается наверное но он ждет наверное когда накопится деньги блин я хочу стрим включить соника sonic он может стримить так посмотрим я вообще растерял все были хорош клик и конечно бешен это растерял и димка под ультой отбивает xp и здесь экспанды нет все мог вытащить были вот это катка я ждал к откуда эмоции самое ценное что это эмоции ну он ждет когда у него воскресен герой но там так долго блин я просто стаффа не купил как я стафф не купил ну как я же мастер стаффа да даже димка не может выйти все блин мастер стаффа сдал хорош sonic как я став не купил да ё-моё до стабильность мое второе слово как так то соник соник стабильный подписывайтесь очень скинул ссылочку да и мага поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает да зрелище что надо игроки мастер